К сожалению, у нас до сих пор ряд вопросов нерешенный остался, ряд вопросов, те, которые имеют системные проблемы, они так и остались системными. Большей частью это те вопросы, с которыми бизнес сталкивается, это, во-первых, нормативы по коммунальным отходам, второе, это сам порядок утилизации, возникают проблемы доступности. В настоящий момент у нас для левого бережа действует тариф 532 рубля 3 копейки, он фактически является ниже среднего в ПФУ. Установленный тариф у нас для правого бережа 402 рубля 46 копеек, фактически является самым низким в ПФУ. Это фактически данные, то есть то, как это есть, в разрезе других регионов. По работе с предпринимательским сообществом у нас есть, имеется действительно ряд вопросов, это касается более-менее крупных магазинов, это организации внесения в реестры индивидуальных закрытых местных копейок, то есть собственных контейнерных площадок. Зачастую в реестрах администрации они отсутствуют, то есть мы узнаем о них спустя какое-то время, когда предприниматели сами приходят, они говорят, а почему у нас никто не возит? Заявки мы, конечно, не отправляли, но почему вы сами не заехали? Как мы могли знать, если даже в реестре этой площадки нет? Вопрос, с которым мы часто сталкиваемся, да, это действующие нормативы образования ТКО для предпринимателей. Да, мы видим, как завышенные, и к нам часто приходят, словами, вы нам выписали счет по нормативам, он огромный, от чего столько. Видим, как и заниженные, которым тоже ряд предприятий пользуются, даже те, кто раньше вывозили по контейнерам, приходят нормативы, потому что им так выходит дешевле. Это касается, в частности, крупных торговых сетей. Следующий вопрос, это оплата действующих договоров, как со стороны юридических лиц, так и тех тоже видов бизнеса и управляющих компаний. Фактически, региональный оператор наберет на себя немалый кассовый разрыв сейчас, при этом оплачивая услуги мусоровозящих компаний и мест обработки и сохранения ТКО. Из СМИ, я думаю, также всем известно, что у нас сейчас в России уже 11 региональных операторов находятся под угрозой банкротства. Управление отходами в этом плане находится в так называемой «зеленой зоне», благодаря грамотно выстроенной финансовой модели, и благодаря тому, что компания, в принципе, крупно работает в нескольких регионах России. Принципиально есть общие вопросы. Многие предприниматели у нас сейчас намеренно уклоняются от заключения договора с рекомператором, в том числе после вручения уведомлений, когда к ним приходят наши инспекторы, уведомляют уже точно. Предприниматель точно знает, что он обязан заключить договор, но он продолжает уклоняться. Мы будем проводить жесткую систематичную работу всеми силами по понуждению к заключению договора, в интересах жителей и улучшения экологической составляющей регионов. Для примера, сейчас мы делаем что-то, скажем так, новое в судебной практике в Российской Федерации. Мы подготовили иск о понуждении к заключению договора, известного нам всем завода СЭПО, который до сих пор уклоняется от заключения договора. Я как представитель Роспроводнадзора могу осветить основные проблемы в работе регионального оператора. В межрегиональное управление Роспроводнадзора, как орган, осуществляющий полномочия по государственному земельному контролю, поступают многочисленные жалобы от регионального оператора Акционерного общества управления отходами на возникновение санкционированных свалок, а также на осуществление деятельности по транспортированию отходов таково организациями, например, ООО «Мехуборка Саратов», ООО «Хапелин», ООО «Август ЭКО», ООО «Автопилот СВ», ООО «Экопром», ООО «Спецавтотранс», имеющими действующую лицензию, но не заключившими договор с регоператором в 2019 году. Это 30 жалоб, в 2018 году это было 5 жалоб, то есть увеличилось количество жалоб. От граждан и организаций по факту несанкционированного складирования отходов на земельных участках в 2019 году 250 жалоб, в 2018 году 119 жалоб. Опять же видим вытечения. И ненадлежащей работе регионального оператора по вывозу отходов такового, в частности переполнения контейнеров, отсутствие захламления контейнерных площадок и прилегающих территорий к домовладениям, не заключение договоров региональным операторам. Опять же видим, в 2019 году 98 жалоб, в 2018 году 41. Аппаратополномоченного за прошлый год из 608 обращений, которые были, 124 было обращений именно по ТКО. И проблем утилизации по нормативам, по стоимости, по договорам и так далее. В этом плане мы очень большую работу проводим с прокуратурами, как природоохранные, так и с Саратовской области. Места накопления отходов на территорию области до настоящего времени не в полном объеме обустроены. Существует проблема как-то со стороны муниципалитета, по обустройству этих площадок. Также не хватает пока еще контейнер. В Саратовской области функционирует 11 объектов размещения этих отходов. Поднадзорно и мне существует 4 полигона, складированные таковое. Два полигона принадлежат акционерному обществу управления отходами в городе Саратове, город Энгельс, город Балаково, один СТМ Капитал, Саратовский район, и один Вектор-Н, Саратовский район. При проверках там были установлены нарушения, связанные с отсутствием санитарно-защитных зон, установленных в соответствии с законодательством. Также в адрес руководителей в данных предприятиях были внесены меры прокурорского реагирования. Не теряет актуальность вопрос, связанный с необходимостью рекультивации старых объектов размещения отходов, которые либо являются бесхозными, либо стоят на балансе администрации районов. Однако исполнение данных обязанностей требует значительных финансовых затрат. Вот так мы столкнулись на протяжении многих лет. Коммунальный отход в городе Энгельс вывозились на старую городскую свалку, которая перегружена, не отвечает никаким требованиям санитарно-гигиеническим. Свалка была переполнена более чем в три раза от допустимого уровня, это согласно тех документов, которые были. Однако отходы, размещенные на отмеченном участке, должным образом не ликвидированы. Прокуратура была вынуждена обратиться в суд подать исковое заявление о возложении на администрацию района обязанности по разработке проекта рекультивации данного объекта и реализации. Значит, требования прокуратуры рассмотрены, удовлетворены. Данное решение суда находится в стадии исполнения, достаточно долго, до настоящего времени. Эта проблема не устранена. В текущем году региональный оператор приступил к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне номер два. Сегодня мы об этом как бы говорили. Хотелось бы сказать, что да, действительно, мы входим там в какой-то торт, но проблем у нас достаточно. Деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне номер два осуществляется в 56 населенных пунктах. Региональным оператором по итогам проведенного аукциона значит, победителем объявил объявленный ПВО поток. С ним заключенный договор нашли нетранспортированные твердых коммунальных отходов в зоне номер два. Однако, по ходу проверочных мероприятий установлено, что в нарушении требований закона заключенного договора с потоком данные услуги надлежащим образом не, так сказать, оказываются. 9 января 2020 года я как природоохранный прокурор вынужден был написать представление в управлении отходами для того, чтобы объявить, что вы не случайно туда заходите, а зашли с 01.01.2020 года. Вот работы до 9 числа не провозились никакие. Я писал представление, оно рассмотрено, вы с этим согласились. Хотят предпринимателей заключить договор, но не могут. Есть возникает проблема еще другого порядка, о том, что они хотят заплатить, не знают, куда заплатить и как заплатить. И уже об этом говорилось сегодня, о том, что нам нужно каналный телефон, они всегда доступны. И те протоколы разногласий, которые пишутся на управление отходами, они имеют обратные связи. С самого начала работы реакоператора действительно у нас ни для кого не секрет, было очень много проблем как с качеством предоставления коммунального округи, будь то для граждан, будь то для представителей бизнеса, за что реакоператоры, должностные лица регионального оператора неоднократно привлекались по нашей инициативе к административной ответственности. В феврале текущего года нами внесено представление в адрес начальника государственной жилищной инспекции, который до настоящего момента какие-либо проверочные мероприятия по фактам ненормативного предоставления коммунальной услуги со стороны реакоператора не проводят. Оно сейчас находится на рассмотрении. Также в прошлом году, как Виктор Ильич сказал, за то, что региональный оператор не вошел по первой зоне во все населенные пункты, операционный директор регионального оператора был по нашей инициативе привлечен к административной ответственности по статье 7.23 Административного кодекса Российской Федерации, что влияет непосредственно на плату для населения. Вы верно сказали, это, естественно, норматив. К сожалению, мы, проверив норматив, установили, что он не совсем корректен. Проведен те замеры, которые проводились, они были проведены с нарушением, поэтому на этой неделе, во вторник, прокуратуре Саратовской области было внесено представление в адрес губернатора, где указано на некорректные нормативы образования отхода. На сегодняшний момент у нас наступает весна. Прошлый год у нас был нерешен, который мы на городской думе обозначали, особенно от предпринимателей часто такие обращения поступают, что у нас неурегулированность была со сметом, с ветлой, с ботвой какой-нибудь, с листвой и со всем остальным. То есть предприниматель получает свою территорию прилегающую, он убирал, а ему или некуда было убирать, или он бросал к контейнерной площадке, которая рядом находится, и она не вывозилась просто. И какой-то негатив, получается, возле его торгового павильона образовывался, либо магазина. То есть на сегодняшний момент я бы хотел уточнить, чтобы вы прояснили, на этот год урегулирован этот вопрос по городу Саратову и в целом по области, потому что по области аналогичные ситуации. По поводу растительных отходов веток тоже поднимался вопрос. И вспомните, глава прямо спросила, а вы заключили договор отдельно на вывоз веток с мусороводящей компанией? Да, мы заключили. То есть компания сами заключает договор с мусороводящей компанией напрямую на вывоз растительных отходов. Такой порядок предусмотрен. В тех районах, где готовы это делать, это делают. Рекоператор работает в Саратской области сколько уже? Полтора года. Вот я пока не встречал ни одного человека, вообще ни одного, который сказал, как здорово, пришел рекоператор, так чисто стало в городе. И плата уменьшилась, либо осталось такой же. Вот ни одного не встречал. И если полтора года назад мы общались с представителями рекоператоров, Алексей Ксенофоновичем, ну ребята, мы в начале большого, длинного, сложного пути, дайте на время, на раскачку, никто не платит, проблем много, то получается, прошло полтора года, собираемость выросла уже с ваших стоп, сколько там, 70-75 процентов, то есть это довольно неплохой по нашим временам показатель у многих предпринимателей собираемость денег, которые им должны значительно меньше, а качество оказанной услуги, ну фактически, оно осталось на уровне полуторалетней давности. Два года мы ведем переписку, у нас никаких результатов нет. В частности, нет вообще никакой обратной связи от вашей компании. Мы просили неоднократно, я писала, претензии о том, что не вывозят мусор, либо вывозят меньшее количество раз, либо выставляют, и выставляют, соответственно, счета за те услуги, которые не были оказаны. Ответов никаких не было. В частности, с 18 августа 2018 года, я понимаю, что рекоператор начал заключать договоры. Видимо, тогда работа не была налажена, и к нам вообще просто сотрудники рекоператора не приезжали. Нам тогда оказывала услуги мехуборка, с которой у нас никогда не было проблем, они нам выдавали чеки, расписывались, мы расписывались, и никогда не было никаких проблем, сколько кто что вывез, и мы всегда регулярно платили. Мы, кстати, к слову, из тех злостных неплательщиков. И вы единственная компания, у которой мы являемся злостными неплательщиками, потому что мы всегда все платим, и неоднократно уже два года я говорю, дайте нам, пожалуйста, адекватные документы, отражающие реальные хозяйственные операции, мы вам заплатим денег. Но у нас не получается это. Я вышел с инициативы, правда, это было еще в прошлом году, в марте месяце, я попросил, чтобы комитет по тарифам в Саратовской области собрал общественный совет, членом которого я являюсь, с вопросом как раз о тарифе, в том числе и касающийся ТКО. Назначено на, я думаю, что до мая месяца мы все-таки соберемся, будет, этот вопрос задам, и постараемся все-таки посмотреть, каким образом выставлено. Если этот тариф превышает, либо чем-то удовлетворяет, будет несоответствие то, что выявили в свое время прокуратура по количеству, объему инвестиций, произведенном для формирования материально-технической базы оказания тех услуг, которые оказывает управление отходами, это будет рассмотрено. Продолжение следует...